Приветствую вас, мои дорогие скорпиончики! Сейчас мы с вами сделаем расклад на неделю с 11 по 17 марта. Посмотрим, что же нас ожидает на этой неделе. Сейчас потасуем карты. Посмотрим, какая нас ожидает неделя. Как всегда, мы вытаскиваем первые три карты золотого таро классического. У нас золотая колода красивая, иллюстрированная такая, говорящая. И потом еще по карте мы с вами добавим из колоды средневекового таро и из колоды карта Ленорман. Итак, ой, первая карта, вторая карта и третья карта. Неделя потрясающая, вообще потрясающая. Первое, что, во-первых, здесь есть старший аркан, и здесь есть туз, который, кстати, у нас приравнивается к старшим арканам. Как мы, не один раз я говорю об этом, что у нас тузы мы можем приравнивать к старшим арканам. Итак, давайте трактовать. Смотрите, первая карта у нас туз кубков. Душа, душа кубки у нас, сфера душа. То есть, посмотрите на эту картинку, я просто могу сказать, что эта карта олицетворяет любовь. Это неисчерпаемые ресурсы, это, в общем-то, полная чаша. Вот мы как видим, да, вот кубок из него, ну, как полная чаша, прям вот эта неиссякаемая чаша. Такая вот прям, в общем, все самое-самое положительное и очень такое весомое, значимое, потому что, еще раз повторю, что тузы у нас приравниваются к старшим арканам по важности. То есть, арканы, это есть старшие арканы, есть младшие арканы. И если старшие арканы, они, конечно, говорят о более важных каких-то процессах, да, событиях. Но в середине недели у нас выпала карта подвешенный. Вот я тоже ее покажу на камеру, это старший аркан у нас подвешенный. О чем это говорит? О том, что будет какое-то состояние такое, немножко непонимание, куда двигаться дальше, что делать. Вот как, как сказать, как, вот шли-шли мы, да, и вышли у нас вот так три дороги, и мы остановились, и не понимаем, куда нам дальше идти, и к чему нас может привести сюда, туда, или сюда шаг, что, что, вот подвешенное состояние, мы не знаем, что нам делать. Вот такое состояние будет в середине недели, будете, видимо, где-то в прострации, не понимать, куда, что-то, какое-то событие будет мешать, какое-то обстоятельство, не события, какие-то обстоятельства будут мешать двигаться дальше. То есть, вот будете в таком состоянии, немножко неведенья и непонимания, вот возможно так. Третья карта у нас Паш Мечей, хорошая карта, это говорит о защите, это говорит об устойчивом положении в любой ситуации какой-то. Эта карта нам может говорить о смелости в принятии каких-то решений, да, мы вот видим молодого человека, с мечом такого отважного, меч он держит вверх, то есть он готов, да, это может говорить о готовности к принятию решения, или уже к действиям каким-то, то есть это карта со знаком плюс. Плюс, в общем-то, расклад достаточно такой положительный, скажем так, золотой таро, ой, жарко очень у нас. Золотой таро нам говорит о том, что, в общем-то, неделя будет хорошая. Давайте сейчас посмотрим, что нам подскажет средневековая таро, сейчас карту вытащим. Так, карта средневекового таро, и что она нам скажет? Ух, девятка мечей. Вы знаете, девятка мечей, я покажу ее на камеру, ну, вообще, конечно, это в первую очередь, я хочу сказать, что карты нам говорят о внутреннем состоянии, конечно, ничего такого не угрожает никому, ни человеку, ни, это самое, ну, вопрошающему, естественно. Это в первую очередь, конечно, моральное состояние. Но вот девятка мечей, все-таки, она говорит у нас, если трактовать именно по колоде, о печали, о скорби, вот что-то вы будете как-то печалиться, о чем-то скорбить. Вот такое состояние. Но также эта карта может говорить о том, что у вас будет такое состояние, как будто против вас кто-то, как сказать, как заговор, как будто бы против вас кто-то объединился. Это будет только ваше видение, это ваше состояние. Это не значит, что есть так на самом деле. Но вот как-то вот мысленно будете все-таки себя доводить немножко, что будет прямо больно, печально. И вот какая-то такая-то такое, ну, хотя это вообще не будет иметь такого смысла, как казалось бы. Давайте я сейчас еще одну карту вытащу, что-то она нам прям... Так, еще одну карту посмотрим. Четверка мечей, опять мечи, да, нам выпали. Ну, четверка мечей, ну, четверка мечей говорит о том, что все-таки будете контролировать процесс, как бы там ни было. то есть пока будете ситуацию придерживать какую-то, что она не будет развиваться, я не понимаю. Ну, возможно, вам просто нужно отдохнуть. Вот, кстати, вот эта четверка мечей, я покажу ее тоже на камеру, она говорит о том, что необходимо взять паузу и отдохнуть от ситуации, чтобы дальше продолжить движение. То есть вот какое-то, какое-то у вас будет такое состояние, что вы будете нуждаться в том, чтобы взять паузу и немножко притормозить весь процесс какой-то там, который у вас, у каждого он свой. Я всегда говорю, что расклад общий, то есть примеряйте на свою ситуацию. Возьмите паузу, отдохните, и все будет хорошо, и продолжайте дальше действовать, потому что сил, в общем-то, чтобы взять ситуацию в свои руки, даже для того, чтобы притормозить ее где-то, да, для той же паузы, у вас будет хватать, у вас достаточно моральных ресурсов, и не только для того, чтобы контролировать процессы, происходящие в вашей жизни. Вот, так, давайте посмотрим, что нам скажет колода Ленорман. Опять-таки, вот колода Ленорман нам говорит травма, да, какая-то травма. Возможно, это как раз-таки моральная травма. Вот будьте аккуратны, будьте на этой неделе внимательны. Во-первых, у нас сейчас и Меркурий ретроградный, да, то есть люди отличаются, вот этот период отличается для людей тем, что забывчивость, невнимательность. Вот будьте внимательны как-то, будьте поосознанней, и все будет хорошо. Расклад неплохой на эту неделю. Так что, мои дорогие, я желаю вам прекрасной недели. Я вас люблю, целую и обнимаю. С вами была Гала Таро.